Друзья, вы на канале Топсад. Тема сегодняшнего вида – посадка черенков винограда с корнями в контейнеры. Самый простой способ и стопроцентный результат. Мы проращивали черенки винограда в водяном кольчеваторе, вот с этой регулируемой уровней простой бутылки. За 10-12 дней появился калос, вот такие корни за 2 недели. Очень быстрый способ, и контролируем, советуем использовать такой способ, никакого заморочек, очень быстро, оперативно. И вот мы сейчас используем груд, который называется обычная земля, обработанная БТУ, оздоровитель почвы и, конечно, вермакулит. Вермакулит мы в стаканчике набрасывали внизу, чтобы, вот видите, была пожарослойка, как бы дренаж. И самое главное в следующем, вот и в этом этапе, чтобы у нас виноградные корни, видите, какое большое обилие, они не загнили. Перелив – это самое страшное наказание. А почва должна быть среднеумеренная. Мы использовали, повторяю, покупную землю, смешивали 50 на 50 с вермакулитом третья фракция. Вот черенок – это рембо. Мы покупаем их с корнями, а потом делаем черенки, оставляем 2-3 почки от корней, а эти черенки дополнительно используем мы, как новые будущие саженцы. Рембо – это черный крупный виноград, очень вкусный, крупный и, главное, ранее созревает. Советую иметь в вашем винограднике такой сорт винограда. Ну, вот видите, этот грунт – это земля, 50% и фракция вермакулита. Ну, вот видите, мы заполнили, немножко прижимаем здесь, уплотняем чуть-чуть, а покажу себе структуру стаканчика. Ну, вот видите, обязательно, сейчас вот воду, вода должна заливать 5 мм. Здесь он впитывается, если вода у вас в поддоне, который вы поставите, высохла, это все очень хорошо, но вода, чтобы в поддоне не оставалась. Имейте в виду, что перелив, вообще, повторяю, самый страшный. Воды достаточно, он немножко мокроватый грунт. Этот грунт позволит винограду рассозревать, вызревать все такие точки. Вот сейчас я покажу, вот видите, как появились уже будущие гроздь винограда, их надо удалять. Они отпирают энергию, и мы оставляем. И вот теперь сорт, который мы посадили, здесь уже порядка уже сколько, 12 сортов винограда, а у нас виноградник сейчас больше 60 сортов, самых передовых, крупных, быстрых и не болеющих, не одием, не аидем винограда. Поэтому советую вам использовать простой способ, надежный. Ставим их потом на поддон. Чемки выставили уже на поддон, который купили, фикс прайс, это 50 рублей, и наливаем, как видите, воды на 5 миллиметров. Видите, расстояние небольшое. Влага, которая впитывается через низ, самое оно, и больше наливать не надо. Воды покупаю, наливаю где-то 2 литра, и если она не впиталась, то я воду удаляю. Ну, а чтобы этот поддон был максимально горизонтальный, я вот использовал свой профессиональный костыль, поскольку я хореограф, танцор, и костыли нам в нашем деле крайне необходимы. Видите, саженцы, ну, достаточно хорошо пошли. Сейчас мы еще и обработаем их от сосущих и ненужных нам насекомых и болезней, и как бы дело пойдет. Надеюсь, будем развиваться дальше. Для где-то к 15 апреля, я думаю, у нас уже полноценные саженцы, будет 5-6 листов. И самое важное, чтобы эти... Обращайтесь? Обращайтесь, да, к наш канал, Топсад, у нас питомник. И, короче, главное, мы в любом случае проконсультируем, не обязательно даже покупать. Мы советуем и делом, поможем вам, чтобы и у вас было полной чашей забили. Топсад, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, консультируйтесь. Сюда будем рады новым старым друзьям. Удачи на даче вместе с прекрасной виноградом при даче.